что трясешься футболка говорит футболка мамина нравится не балуйся я решила тут про духе показать рассказать а ты балуешься общем девочки привет всем скажи привет всем привет а то мы даже не поздоровались так девчонки я хочу поблагодарить в особенности мою подписчицу татьяну дочь не балуйся которая мне сказала лиля ты ошибаешься леди миллиона империя возьми в украину да и попробую и ой вот сейчас все свои слова забираю назад относительно что это некрасивый аромат вот вы знаете на мне написала лиля попробуй его в холодную зимнюю погоду это однозначно зимний аромат только для зимней поры года потому что ну и в такую не очень прохладную погоду вот ну ну не звучит он вообще не звучит вообще никакой и вот зимой и пудра и слива и это никакой не компоту как я говорила в теплую погоду это самый обычный такой сливовый компоты сейчас вот у меня лежит флакон здесь и аромат источается настолько ванильно сливовый вот но изумительно красивый вообще сейчас девочки пользуюсь чаще всего это хер от бюрбери я взяла вот эту маленькую упаковочку с собой и естественно леди миллион и вы знаете самый наверное комплементарный аромат в украине на сегодняшний день это вот этот потому что наносила я и жадор наносила я и клои и наносила я и pure excess ну в общем все что я привезла и эрмес и не на один аромат не было вот такой вот реакции уже мне несколько раз говорили какой приятный аромат от вас исходит и любит уже понравился и соседки мои тоже понравился в общем леди миллион в украине рулит особенно зимой вот когда мне говорят как там бедная миленочка будет без всего французского она там ко всему привыкла и т.д. и т.п. что я вам хочу сказать вот у нас в суммах открыты по всему городу вот такие вот буланжери как они во франции называются но это пекарни и я и на завтрак покупаю великолепные просто круассаны с шоколадом смотрите они ничем не хуже если уж говорить на сто процентов откровенно возможно даже лучше тех которые готовятся во франции вот он такой ароматный вообще мимо этих пекарен когда проходишь там такой аромат стоит но обалдеть и у них там различные с творожком есть выпечка и с вишнями и с мясом ну чего только душе угодно плюс хлеб обалденный так что девочки за миленочку можете не переживать смотрите какие у нас вкусные круассанчики продаются и миленка их очень 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 любит но не нравятся любит обычный обычный цена тоже очень приемлемая обычный круассан 10 гривен вот этот шоколадом 11 гривен там и по 8 есть ну цены в принципе разные и не любит только со сгущенным молоком есть шоколадом и просто кроссом а со сгущенкой почему-то ей не нравится он какой красавчик я сегодня девочки наконец-то добралась до маникюрного салона сделала вот такой вот очень спокойный оттеночек мне нравится овальная форма и на два года на два ноготка видите она немножко отличается по цвету такая растяжка очень хорошо как раз за всех моих работ ногти не длинные и мы их еще немножко длину убрали по-моему красиво получилось ну по крайней мере мне очень нравится оттенок такой спокойный мягкий на лето уже наверно буду делать что-то яркое у нее такие красивые красные оттенки были посмотрим я вообще в зимний такой в осенний период люблю что-то такое спокойное я вообще полностью хотела однотонное сделать и мне мастер предложила говорить давай немножечко добавим какую-то изюминку в общем в общем добавили так что я наконец-то с маникюром наконец-то с ухоженными руками купила сегодня шампунь без сульфатов можно было конечно его привезти из франции но как говорится всего не привезешь такая вот бутылка и так прикольно было короче девочка что продавала продавец магазине в отцине я покупала и она говорит да не берите вы его он вообще не пенится вообще никакой ну а когда капсулки рекомендуют же шампунь без сульфатов и салфетки в общем попросила говорю вы мне дайте еще салфетки для снятия макияжа она мне предложила вот эти вот говорит они самые классные и я как говорится доверяем управляем пришла домой стала читать на здесь написано избегать контакта с глазами я просила салфетки для снятия макияжа менять не пойду попробую буду так просто как очищающими пользоваться но теперь нужно будет снова идти в магазин и и в общем возьму те салфетки которые в прошлый раз покупала вообще знаете как когда не знаком с продукции потому что здесь тех салфета тех салфеток тех каких-то косметических средств которые я привыкла уже покупать во франции здесь нет а аналогичных продуктов я не знаю но общем надо все читать и выбирать самой она рекомендации не очень не рассчитывать так что я немножко в пролете сегодня у нас сегодня день покупок взяла себе два обруча вот этот вот она сказала там с какой-то пропиткой что он в принципе не ломается но честно говоря он так давит на голову очень неудобный а вот этот вот тоненький настолько удобный настолько мягкие и я выбрала вот этот вот они вообще не дорогие этот 15 гривен вот этот 25 продавец мне говорит нет возьмите вот такой вот потому что ну как бы вот этот он может быстро поломаться тоненький но не знаю я насколько он быстро получено верно покупать один за другим вот такие тоненькие но ты его не чувствуешь от вот этого сразу начинает голова болеть и еще одна покупка которую мы сделали сегодня опять для милен очки купили еще один халатик в прошлый приезд покупала желтый и купили вот такой вот велюровый такие сердечки на нем красивые представляете девчонки уже взяла рост метр сорок потому что рукав короткий и халат короткий прошлый мы покупали сколько по моему метр тридцать или метр двадцать восемь не помню и вот этот уже взяли метр сорок это наши украинские халатики обалденного качества вообще внутри такой мягкий и здесь такой мягкий и с капюшончиком и ну и самое главное что цвет розовый и сердечки серебристые чем дитю довольная мерила его сейчас сумки разукрашивает покупала я ее рюкзачок такие классные наборы что мы разукрасили уже сумочку с котиком рюкзачок и сейчас пенал какой-то там она разукрашивает в общем вся в делах вся в заботах задавака ты он смотрите у нее телефон стоит подрастающее поколение конкуренты растут и все снимает куклы свои говорит банджура туз же мопель милен на французском языке съемку ведет ох и чудо побежала куда-то у нас еще шарики лежат со дня рождения но ты где-то вот так что там так что-то прячет что-то прячет ух и чудо такой вот у меня сейчас на кухне творческий процесс в общем я готовлю ужин на десерт у нас будут блинчики с творожком и со сметаной а на ужин в общем решили мы сделать жарко я это жарко я не совсем жарко я больше такой диетическая потому что я купила курочку домашнюю и в общем у меня получается ну скорее всего это тушеная картошка с курицей если уж правильно сказать сейчас блинчики буду жарить и вот здесь вот любанька мне принесла грибочки и буду я тут это все уже доедаю баночку последняя часть час туда укропа нарежу зеленого лучка и вот такой вот у нас будет вкусный 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 ужин девчонки наконец-то я присела за целый день где мы сегодня только не были но зато сегодня у нас все 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 очень удачно сложилось слава богу мы уже поужинали и в общем я пью кофе несмотря на то что сейчас уже 7 часов вечера спать ложусь я поздно и кофеек даже вечером он никогда не мешает чтобы заснуть кто-то не бьет кофе вечером кто-то после обеда не пьет потому что он такое состояние что как бы не уснешь на меня это не действует к чай черный кстати действует вы меня спрашиваете что я везу своим друзьям и родственникам из франции в украину в основном визу то что здесь нельзя купить хотя сейчас мне кажется мало чего ты не найдешь в магазинах то что можно купить за границей но тем не менее в этот раз я привезла 4 литра мы покупали 5 литровый бидон в испании домашнего оливкового масла привезла люби литр отлила маме литр отлила соседки еще нужно будет отнести и немножко себе оставим о том что но одежду какую-то привожу любому сыну куртку привезла мужу рубашку купила ну как ну что еще всякие вкусняшки мясную нарезку потому что ну как бы здесь она есть но или очень дорого стоит или вот эти вот ноги хамоны испанские стоит он сохнет они его режут ну в общем это не то французский сыр привожу вино естественно привожу что еще что еще косметику люби привезла я духи привезла люби и андрею всякие там кускус привожу да можете смеяться привожу кускус потому что он здесь стоит намного дороже все равно когда за чемодан то уже заплачено если остается место то я его привожу муку привожу потом апельсиновые дольки в шоколаде это испанские здесь я покупала абсолютно не такого вкуса конфитюр из инжира здесь его тоже практически не найти луковый конфитюр фуагра привозила я в этот раз не брала колбасу французскую тоже привожу ну вот вроде знаете как ничего такого особенного но чуть-чуть там чуть-чуть там и и у нас было четыре чемодана вот мы летели 23 23 килограмма и ручная кладь по 8 но у меня там немножко больше было мне как бы простили этот перевес и посылки отправили ну телек не будем считать там 13 или 12 килограмм я не помню потом 12 килограмм одна посылка и 28 килограмм вторая посылка конечно там кое-что для дома было ароматические эти я покажу у меня они еще остались еще не все раздарила но тоже и себе нужно оставить и что и что и что и что панеттоны так как здесь ну как бы на новый год у нас же паски продают на пасху во франции панеттоны это такое рождественское новогодние они в основном это в этот период их выставляют на продажу даже так и сейчас им голову точно посуду до посуду привожу сковородки какие-то с антипекарным дефаль для блинчиков вот так девочки за столько лет если посчитать что я только это я про последним про вот этот раз что я ну что я привезла а за все вот эти годы раньше когда не было еще супермаркетов то я зимой дыни привозила прям укладывала груши дыни ананас и манго сейчас конечно смысла в этом нет потому что ты пошел супермаркет и ты купил зачем это все тянуть а раньше такое было бронда ду это такой мусс он очень вкусно его на бутеры и запекать можно на пиццу или на бутеры с помидорчиком в духовку немножко сыра вообще класс особенно если на вот этот батон так очень вкусно получается что я раньше конечно больше привозила потому что привозила все в основном как бы на пробу что-то не пробовали это не пробовали а сейчас говорят не-не-не-не-не то не надо то не приводи это все это мы уже ели нам не понравилось а там что-то новенькое или там ну что уже попробовали уже как бы интерес такой пропал потому что мы уже за столько лет уже перепробовали все сегодня прикол был вообще едем мы с миленкой в троллейбусе у нас есть такие классные желтые троллейбус новые и они часто работают без кондуктора вот те старенькие в них почему-то ходят кондуктора а в новых и на водитель на это запись не то что там водитель каждую остановку говорит и запись по записи что по записи как к доктору иногда такое скажешь и водитель говорит что троллейбус работает без кондуктора пожалуйста подходите покупайте билеты у водителя и на одной из остановок заходят два молодых человек а ну наверное лет под 30 и девушка с ними и один из молодых людей спрашивают о сидящей женщины возле дверей с кондуктором троллейбусе по или без она говорит нет без кондуктора надо водителя покупать и один из них же достает портмоне чтобы взять там деньги и пойти купить билета тот а второй говорит а чё это я не буду подумаешь тут проехаться совсем немного я не буду платить другой парень и на ней ну как же это так нужно жить по правилам и вы знаете второй так разошелся говорит по каким правилам я ну типа живу по правилам государства ничем никак не помогает почему я должен помогать государству а второй парень говорит нет но ты не понимаешь ты не помогаешь этим государству ты платишь ты оплачиваешь услугу ты платишь за свой проезд он типа ой не обеднеет ничего не случится если я не заплачу и вы знаете тут парень через людей там прошел к воде ну там же много едет в троллейбусах в основном же пенсионеры молодежь студенты у кого льготный проезд они в основном троллейбусами пользуются и вот этот вот его друг пошел купил билет за 4 гривны вернулся и а тот ну как бы подшучивает подсмеется над ним и молодой человек говорит вот я не знаю будет сколько в польше ну видать что еще давно уже уехал столько лет в польше живу я даже не представляю как это так ну ты можешь будешь ехать и не заплатишь за проезд второй говорит ну типа же это больше он говорит но чем же мы отличаемся ты не заплатишь я не заплачу еще там кто-то не заплатит вот тогда и не надо задавать вопросы государству что она там не помогает там студентам там или еще кому-то или пенсионерам что вот такой вот интересный разговор мы сегодня в троллейбусе услышали видите как вроде бы один возраст вроде бы как бы одна компания но один человек который уже поменял свой менталитет и отношение к жизни каким-то вещам он уже по другому мосту говорит нет я так не могу я не могу проехать и не заплатить за услугу тот который на месте спокойно едем и не платим будут девочки смотрите у меня две упаковки осталось в основном естественно на подарки я привожу лаванду немножко даже помялся ну палочки и ароматическое масло но это мне запах очень нравится морской такой приятный здесь 100 миллилитров здесь вот 85 это я покупала в эпицентре за и ночью со скидкой был не помню за 100 чем-то по моему за 100 то ли 8 185 или 158 не помню девчонки и вот смотрите сколько осталось это я покупала в ноябре ноябрь декабрь январь февраль февраль вот четыре месяца и в общем даже на полгода не хватает а вот эти вот выстаивают 100 миллилитров они выстаивают до шести месяцев какие они красивые но я распаковывать не буду потому что ну как бы сами понимаете на подарок с ней снимешь вот это уже будет некрасиво она и упаковочка такая симпатичная и милеша она в мячик играет и вот такие я тоже привожу то тоже лаванда но это ароматические палочки их правда не все любят кто любит кто не любит но тоже частенько мне заказывают я же когда начинаю собираться говорю что вам кому вести потому что мне проще не ломать голову а привести человеку то что он хочет потому что я могу на свой вкус купить то что ему совсем не нужно а так и мне проще я список написала знаю кому что купить купила и мне хорошо и люди довольны